Продолжение следует... Продолжение следует... Это совершенно не окончательный вопрос. Это именно для обсуждения. Это очень ново. И это не клинический диагноз. Давайте я перейду уже к рассказу, чтобы эта интрига была понятна. Сначала я начну с доклада ребенка. Маме 39 лет, данная беременность у нее 6, у нее есть здоровый ребенок. Я хочу обратить ваше внимание, что это история заболевания от 2015 года, то есть на сегодняшний день ребенку 6 лет. У нее была первая беременность в 2008 году, ребенок здоров, потом было 3 метаборта и 1 неразвивающаяся беременность. И данные роды, вторые, своевременные, наступили на 37 неделе физиологически протекавшие, считать можно их доношенными. Продолжительность родов здесь указана, она для вторых родов вполне соответствует норме. Безводный промежуток в норме, околоплодные воды светлые, количество вод умеренное, оценка по шкале Абгар была 8-9 баллов. Я прошу вас обратить внимание на массу тела при рождении. Она была снижена относительно нормативов и снижена относительно длины тела. То есть, по предшествующей классификации, это была задержка внутротропного развития плода при окружности головы и груди, соответствующие массе тела ребенка. Ранний нейонатальный период протекал с гиперберубинами, она проводилась фототерапией двое суток. Тоже ничего сверхъестественного здесь нету при условии задержки, умеренной задержки развития плода. Она была выписана на пятые сутки, ну, может быть, чуть задержана за счет того, что проводилась фототерапия, но тоже как бы в пределах допустимой нормы. В родительном доме проведены исследования УЗИ внутренних органов, патология не выявлена. Было сделано эхо сердца, там ничего необычного не было, обычное кротовальное окно без броса. На ЭКГ была возрастная норма, на УЗИ тезобедренных составов была физиологическая норма, то есть ребенок, в принципе, хорошо созревал. На нейросонографии патологии не было, был скрин взят, мы знаем, что патологии там не было. В анализе крови была норма, гемоглобин был 160, обращаю ваше внимание на это. Анализ мочи был в норме, иммунный статус по уровню Т-клеточного звена была норма, был снижен уровень Б-клетов, в связи с этим не проводилась вакцинация, и вскармливание было сразу же искусственным. Дальше в один месяц масса ребенка была 3200, он очень хорошо прибавил на первый месяц при условии его задержки внутриутробного развития. Соматической патологии не выявлено было, гиперберобиномии не было, в неврологическом статусе нарушений нету, прирост психомоторных навыков соответствовал четырем неделям, гемоглобин был 120, то есть такая норма. В два месяца масса была 4 килограмма, но он пережил кишечные колики легкой степени, он был снова обследован, была сделана КГ, там была возрастная норма, соматической патологии не было, отмечалась тенденция к снижению гемоглобина и была назначена терапия препаратами железа и фолиевой кислоты, в анализе иммунного статуса изменений не было и ему начата была вакцина-профилактика в возрасте 2 месяца с профилактикой ротовирусной инфекцией, пневмококковой инфекцией, все по национальному календарю. Но дальше я не буду очень подробно рассказывать, что его уже 6 лет. На первом году жизни ему проводился контроль анализа крови, уровень гемоглобина был в норме, снижение уровня нейтрофилов было до 15% транзиторной нейтропинии в общем-то в пределах допустимого по физиологическим вариантам течения этого состояния, соматической и неврологической патологии не было, оптальмологический контроль проводился в 6 и 12 месяцев, патология не выявлена, то есть обычная картина к соответствующей этому возрасту, контроль прироста психомоторных навыков проводился ежемесячно, ЭХКГ проводилось в 6 и 12 месяцев, вакцина профилактика проведена полностью, на первом году жизни респираторных и других инфекционных заболеваний не было, контроль иммунного статуса проведен в 6 и 12 месяцев. Значит, ребенок начал ходить в год и три, тоже в общем-то норма, речь у него с 2,5 лет на сегодняшний день это тоже практически считается нормой, контроль прироста навыков не вызывал волнения, вот контроль анализа крови на втором году было каждые 6 месяцев, проводилось УЗИ щитовидной железы, иммунные статусы исследованы в 3 года и в 6 лет, и ЭХКГ и ЭКГ один раз в год. Он посещал детский сад, в общем-то болел он в стандартном совершенно виде, на третьем году 6 раз, на четвертом году 4 раза, в общем, дальше он практически не болел, и в 6 лет он был тестирован и он был подготовлен к школе вполне удовлетворительно. Ну, я вам рассказала про здорового ребенка, и, собственно, зачем я вам рассказываю о здоровом ребенке. И второй вопрос, который особенно, как бы, может быть обращен ко мне, потому что вы знаете мою позицию о том, что нет необходимости такого интенсивного обследования здорового доношенного ребенка, спрашивается в задаче, собственно, почему он так был исследован, зачем ему делался иммунный статус, почему так часто смотрелся у него анализы крови, ЭХКГ, офтальмолог и так далее, все значительно чаще по его календарю. Ну, вот теперь подошли к той самой интриге, потому что причина заключалась в том, что у женщины, которая во время беременности на ранних сроках был выявлен рак молочной железы. Значит, я еще раз повторю, беременность это шестая, на сроке 4 недели беременности, женщина об этом не знала, ей 39 лет, и предыдущая у нее была неразвивающаяся беременность, до этого было давно довольно два метаборта, и, собственно, она не ожидала и не хотела никакой беременности. И на сроке 4 недели, она не знала, что это 4 недели беременности, просто как бы в какой-то момент она начала себя очень плохо чувствовать, она обнаружила сначала у себя небольшое образование в груди, это образование в груди начало расти, грудь начала тоже расти, и она, появился лимфоузел, и, собственно, она, переживая из-за этого, но, как обычно, это бывает не в ту же минуту, в конечном итоге была проведена маммография, и после пункции был заподотрен рак молочной железы. Ей сделана была биопсия, и инвазивный, неспецифический рак молочной железы был подтвержден на сроке 12 недель, но она об этом тоже не знала. Еще про эту беременность, потому что она, естественно, была вся погружена в ситуацию с вот такой вот бедой, ей была сделана радикальная мастектомия, и, собственно, в этот момент, когда началось, ее обследовали, выяснилась ее беременность, которая уже была срок 13 недель. Значит, и ей, в общем-то, было предложено курс, собственно, ей было предложено удаление ребенка, ей было предложено аборт, это было еще 13-14 недель, потому что нужно было начинать химиотерапию. Значит, уже на фоне, собственно, химиотерапия началась, женщина все думала-думала, и они приняли решение сохранять этого ребенка. Повторюсь, это были очень восточные рекомендации от онкологов, и от гинекологов, и от педиатров, то есть от всей вот этой группы товарищей, которая планировалась в наблюдении этого ребенка, по рекомендации ее прерывания. Ну, женщина сказала, что она не знает, будет ли она жить или нет, то, по крайней мере, пусть останется жить этот ребенок, и она решила сохранить беременность. Решила она сохранить беременность в основном еще и потому, что прочитала, уже как бы ища все аналогичные ситуации, что в центре Кулакова идет работа по пролонгированию беременности у женщин с раком молочной железы. Она туда обратилась и в дальнейшем наблюдалась там. И, собственно говоря, там она родилась, и после этого этот ребенок был передан нам, мне, под наблюдение. И я его наблюдала все это время. Но вот мы с Марья Александровной присутствовали, я панировала диссертацию, которая уже защищена, и могу сразу сказать, что это большой довольно уже пул таких детей, их 180, которые рождены у женщин, у которых рак молочной железы был определен во время беременности, и 30 женщин, у которых рак молочной железы и лимфопролиферативные заболевания определялись еще до беременности, которые все равно решили беременность эту сохранять. Ну вот здесь вот написано, я не буду это зачитывать, рост онкологических заболеваний среди женщин фертильного возраста растет, ну хотя бы потому, что у нас как бы пролонгируется фертильный возраст, значительно больше женщин, которые вообще первый раз рожают в более позднем возрасте. Может быть это сопряжено с тем, что увеличивается число таких женщин, у которых определяется опухоли в период беременности. Но, соответственно, что вопрос о том, как вести, как разрешать, как выхаживать этих детей, это такая сложная и, соответственно, абсолютно междисциплинарная проблема. Потому что если все звенья, онкологи, хирурги, специалисты, которые занимаются химиотерапией, ну общие онкологи, гинекологи и педиатры не будут иметь единого взгляда на эту проблему, то, соответственно, что делать этим несчастным женщинам, которые и так находятся в невероятном стрессе и риске, понятно, совершенно с непонятностью исхода своей судьбы. До 2010 года, пока не были такие первые попытки сделаны, это был однозначный вопрос о прерывании беременности. Но если посмотреть на то, что ждённый перечень показаний к медицинскому прерыванию, искусственному прерыванию беременности, то в нём как обязательным стоят только злокачественные новообразования в области малого таза. Ну там новообразование вульвы, шейки, теломатки, облагалища яичников, а все остальные локализации решаются индивидуально консилиумом врачей. И это значит, что эти женщины, в принципе, имеют шанс, и при их настойчивом решении наша задача не отрицать и не настаивать на прекращении, а думать, как помочь в этой ситуации женщины, тем более, что эти вот работы идут, и шанс у этих женщин есть. Значит, естественно, что этим женщинам, которые имеют рак молочной железы, показано проведение химии и лучевой терапии. И, соответственно, мы должны оценивать, оценить два момента. Как влияет сама по себе вот эта растущая опухоль на будущий плод, но на плод, на будущего ребенка, и каково влияние химиотерапии на дальнейшее развитие плода. Соответственно, есть группа вопросов. Для нас, педиатров, каким будет этот ребенок? Для неонатологов, как протекает его неонатальный период. Для онкологов, как подобрать дозы химиотерапии. И в чем здесь самая большая проблема? Я не буду углубляться в химиотерапевтические моменты. Мне само это очень было сложно сделать, хотя я пыталась разобраться в вариантах химиотерапии и их вариантах влияния на ребенка. Я об этом чуть ниже расскажу. Но здесь смысл заключается в том, что вопросы о концентрации препаратов, которые были бы достаточны для ребенка и не оказывали внимания, побеждающие действия на плод, не соответствуют такой ситуации, когда женщина, грубо говоря, не беременна. Потому что процесс всасывания желудочно-кишечного тракта у нее происходит иначе. И, кроме всего прочего, гормональные особенности этой женщины усиливают значительно токсическое влияние самого проведения химиотерапии. То есть то, как себя женщина чувствует в момент химиотерапии. Что, естественно, может оказаться влияние на плод. Исследования эти проводятся во всем мире. И определенные есть данные о том, что концентрация, которая является минимально сверхминимально пороговой, то есть которая дает возможность достичь эффекта влияния на опухоль, не оказывает значимого влияния на плод за счет очень небольшой концентрации внутри плода. Это в основном западные данные, при которых химиотерапия проводилась на ранних сроках, когда были выкидыши, или когда беременность прерывалась, и вскрывались и исследовались эти плоды. Но здесь есть большой вопрос, потому что с каждым днем беременности изменяются варианты всасывания и, соответственно, распределения веществ внутри этого плода. Смысл тут такой. Значит, понятно, что вот эти противоопухолевые средства могут выдавать влияние на иммунные клетки. Именно поэтому мы занимались вопросами состояния иммунитета у этих детей. Но это происходит не только за счет лекарственных препаратов, но и за счет скорости разрушения опухолевых клеток. Поэтому встает большой вопрос, насколько нужно интенсивное, чтобы было разрешение опухолевых клеток во время беременности при проведении химиотерапии, потому что само это разрушение опухолевых клеток, соответственно, тоже может влиять на плод. Ну и, естественно, степень тартогенного влияния. На сегодняшний день доказаны тартогенные эффекты, которые возникают на органы слуха, органы зрения и сердца, которые возникают до 12-14 недели. Поэтому всю химиотерапию наши женщины тоже еще в 2015 году начали после 14 недели. Считается, что тартогенный эффект становится минимальным. Но, как вы понимаете, пул таких детей, которые уже на сегодняшний день есть, чтобы мы могли сделать большую статистику, нет. Но даже по небольшой статистической выборке количество этих детей, которые не имеют пороков развития, позволяет говорить о том, что после 14 недели значимость становится значительно меньше, чем мы могли бы это ожидать. Соответственно, что еще может влиять на плод? Ну, само злокачественное образование, изменения в рационе питания женщины. Вы понимаете, во время химиотерапии женщина себя плохо чувствует, у нее тошнота, рвота, анемия. То есть масса всего, что она переживает, и что тоже влияет на плод. Это то, что во многом сейчас большое внимание этому уделяется, и для меня это сейчас наиболее интересная часть всего, это тот психологический стресс, влияние психологического стресса на плод. И поэтому очень важно, чтобы женщина это делала не в противовес официальной медицины, а вместе с официальной медициной. И последние исследования показали, что когда женщина приходит в стены, где ей говорят, мы вам поможем, мы не говорим о блестящем результате, но мы вам поможем, мы будем с вами вместе, то частота рождения детей с более благоприятным чьимно-натального периода оказалась выше. И это такие, конечно, я понимаю, что здесь трудно найти доказательные моменты, такие точки реперные, объективные, но это, безусловно, уже значимый момент. Что сегодня известно из литературы. По данным литературы есть следующие основные точки, на которых следует обратить внимание, которые были получены по международному опухту. Первое – это кардиотоксическое действие химиопрепаратов еще на плод и, соответственно, возможности пролонгированного влияния. То есть не обязательно, чтобы ребенок родился, а у него сразу имелись какие-то нарушения, которые мы можем определить в неонатальном периоде или в течение первого года жизни. По описанию это и раннее проявление, раннее возникновение нарушений в виде аритмии, нарушений проводящей системы и так далее. В более отдаленные сроки, то есть это в 3, в 4, в 5 лет. Естественно, сразу скажу, что это не значимые статистические исследования, это описательные пока единичные данные, но на которых мы не можем не опираться, раз они есть, то нельзя исключить, что они будут и в статистике. А также влияние на органы зрения, нарушение проводимости по зрительному нерву. Одно описание о влиянии на половые гормоны и половую систему. У нас таких детей практически еще нет, которые бы дошли до полового созревания. Очень много данных об описании на кровотворную систему. Вопрос о центральной нервной системе, эти данные в литературе есть, но здесь на сегодняшний день большие дискуссии, потому что, как я сейчас скажу, это высокая частота недоношенности, поэтому выделить, что является значимым, недоношенность или влияние химиотерапии, это довольно сложно. И вот такой удивительный какой-то данный, который поступает все больше и больше, это негативное влияние на когнитивные функции ребенка. Значит, что... Ну, вопрос о пренатальном консилиуме, я уже говорила о его важности, и это очень серьезные вопросы, в частности, потому что, естественно, при проведении химиотерапии и ухудшении самочувствия женщины, ухудшается кровоток в плаценте, и необходимо решать вопрос о родоразрешении. Поэтому вот то, что мы рассказали, это был такой очень красивый случай, когда родился ребенок самостоятельно, физиологически и в норме на 37-й неделе. А вообще-то большая часть из них, естественно, родоразрешается рано. И это преждевременные роды со всеми влияниями недоношенности, которые как бы плюсуются к тому, что имеет женщина и имела она во время беременности. Поэтому, конечно, идея, как можно больше пролонгировать эту беременность, но не всегда это удается, и, соответственно, не всегда удается выделить значимость фактора. В любом случае, это женщины сам высокого риска, и должны они наблюдаться и рождаться только в отделении перинатальных центров, где есть очень высоко квалифицированная реанимация. Но я уже сказала, поскольку это вообще зона моего наибольшего интереса, нейрокогнитивное развитие ребенка – это очень описанные моменты. Почему оно нарушается? Почему у детей возникает большая частота? Опять же, я говорю, статистический материал маленький. Большая частота поведенческих нарушений. Что здесь будет значимо? Потому что вы понимаете, что воспитание ребенка в такой семье – это вообще особая ситуация семьи, где, в общем-то, есть случаи, когда мамы уже нету, и когда такая сверхтревожность, и сверхопека. И что здесь больше влияет на особенности поведения, развития ребенка? Его подготовлено к школе. Но все-таки расстройства аутистического спектра, описанные при этой ситуации, требуют дальнейшего понимания, изучения. Сейчас это вообще вопрос номер один в педиатрии, почему их становится так много. Но в любом случае, это тоже описанный момент. Ну и теперь несколько слов об иммунной системе. Иммунную систему изучали очень серьезно. Неонатологи смотрели иммунную систему уже в поповинной крови и видели значимое снижение содержания B-лимфоцитов. При нормальной субпопуляции T-лимфоцитов, как вы слышали, у нашего ребенка было именно это. Значит, учитывая снижение содержания B-клеток, они начинают нормализовываться к третьим суткам, но тогда, в 2015 году, этим первым детям не проводили вакцинопрофилактику. Сейчас тоже не проводят вакцину-профилактику живой вакцины, оставляя ее к послемесячному возрасту, потому что к месяцу практически у всех детей, которые были обследованы, иммунный статус нормализовался. Значит, по данным литературы, несмотря на то, что у них имеется низкий б-клеточный ответ, считается, что уровень антителы, это было проверено на работах, вот я выписала последние эти работы, которые были в 2016-2017 году, которые показывают, что даже при низком уровне содержания B-клеток способность на ответ этих детей не отличается от группы аналогичных детей. Вы, наверное, знаете, но, во всяком случае, сегодня это большая тенденция, недоношенных детей тоже начинает пребывать в соответствии с их фактическим, а не скоррегированным возрастом, потому что считается, что риск вакцинации значительно меньше, чем риск заболевания этих детей. И среди детей, которые имеют вот такой вот анамнез, считается, что вакцинация – это, на самом деле, самый, наверное, такой тонкий вопрос консультирования, вакцинацию нужно провести как можно раньше, поскольку, во-первых, мама, которая имеет высокие риски бактериальных инфекций, вирусных инфекций, может влиять на, соответственно, на ребенка, и большое число посещений больниц, и мама много их посещает, поэтому риски заболеть, риски инфицироваться у этих детей становятся больше, поэтому предлагается максимально быстро начинать у них вакцинацию. И, собственно говоря, вот этот вопрос, откладывать или нет на месяц, подвергается сомнениям. На мой взгляд, месяц в данном случае не имеет значения. Главное, чтобы не отводить от прививок, а наоборот, как можно быстрее их прививать. И у этих детей, вот проверенные дети, которым является вот на сегодняшний день пул 180 детей, ни у кого не было никаких реакций на иммунизацию. Но вопрос об аутоиммунных заболеваниях, потому что снижается уровень цитокинов, он достоверно снижается и начинает возрастать только к третьему дню. Но среди этих детей не определено увеличение ни вирусно-бактериальных заболеваний, это очень интересный момент, ни атопических процессов, то есть то, что мы ожидали, пока на сегодняшний день и частоту аутоиммунных заболеваний тоже не установлено, что она увеличивается. Более того, это просто даже не описано, как единичные случаи. Ну, теперь я несколько слов, уже завершая, скажу о роли педиатра в этом процессе. Понятно, что мы уже получаем готового ребенка. Во-первых, педиатры должны знать, что это реально. Не удивляться и не открывать глаза широко, что же вы наделали, зачем вы это сделали. Это у нас очень большая любовь такого вида консультирования, которое низводит вообще все труды здравоохранения к нулю. Здесь задача педиатра поддержать эту семью, безусловно, это первое, что очень важно и что ищет на самом деле такие родители. Я могла бы вам рассказать бы, к сожалению, множество историй, каким образом консультируют в различных местах, но понятно, что они наблюдаются пока еще в большинстве своем не в обычных амбулаториях. Они все время стараются найти, как бы я бы сказала, своего педиатра, что тоже не всегда хорошо. Я сейчас говорю об идеологии, так сказать, стандартного наблюдения в системе органов здравоохранения. Кроме этого, педиатр должен знать о возможных рисках для ребенка. Я сейчас их скажу. Первое – это доказанное влияние на кровотворную систему и контроль гемоглобина в первые 6 месяцев жизни. Скорее всего, анонимизация у этих детей будет и профилактическое назначение препаратов, которые поддерживают кровотворную систему, является обоснованным. Но главное – это контроль. Ничего в этом нету необычного. Это требует объяснения родителям, но это прежде всего контроль гемоглобина и поддержание гемоглобина на уровне достаточном. Что такое достаточный уровень? Поднимается у этих детей гемоглобин очень плохо, поэтому если он выше 100, можно считать, что уже все случилось, все хорошо. Дальше. Контроль состояния сердечно-сосудистой системы. Учитывая описанные ситуации, этот контроль стоит проводить. Вопрос, как часто, не могу ничего сказать. Мы делали два раза в год ЭКГ и ЭХКГ. Это не очень сложное исследование, но, как вы понимаете, чем старше ребенок, тем труднее ребенку это провести. Это требует привлечения такого умения общаться с ребенком. Поэтому, возможно, например, после двух лет, при отсутствии клинических каких-то моментов, которые бы заставляли об этом подумать, достаточное исследование и раз в год. Точно так же, как и офтальмологический контроль, он очень сложен после первого года жизни, но, по крайней мере, с трех лет, как и любому ребенку, он требуется раз в год. Точно так же, как и контроль слуха, он требуется на первом году, обязательно контроль психомоторных навыков, и при первых подозрениях и позднее начало речи обязательно контроль сурдологический. Ну и оценка прироста навыков. Возможно, что-то еще, а возможно, ничего больше и не нужно. Остороженность должна быть внутри педиатра, а не перенесенная на родителей. Наша главная задача, как я уже говорила, поддержка такой семьи. На сегодняшний день, раньше это было абсолютно ограничено, было искусственное вскармливание. Сегодня, конечно, мы это себе позволить пока не можем, а на Западе поддерживают грудное вскармливание, если это возможно и нет дальнейшего роста. Хотя понятно, хотя нет, это не совсем понятно, является ли грудное вскармливание триггером для усиления онкологического роста или наоборот. И вот именно это сомнение говорит о том, что если мама хочет и может из здоровой груди кормить, ей разрешается кормить. Поддержка идеи ранней вакцинации. И, что очень важно, наверное, это важно для любого ребенка, этим детям особое. Это закаливание этих детей, то есть та профилактика необходимая возможных инфекционных и вирусно-бактериальных заболеваний, которые могут случиться с любым ребенком в детском саду. С этим у нас группа как бы более риска, более высокого риска. Я считаю, что эти дети имеют право на допуск к любым спортивным занятиям и так далее. Перед спортивными занятиями все-таки исследование у них в сердце, это было бы хорошо для любого ребенка. Но, в принципе, то, что я сейчас сказала, это ничего какого-то нового не вносит в идеологию вообще наблюдения. Мое сообщение было, в общем-то, связано с тем, что я хотела доложить вам о такой возможности, о том, что это реальная вещь, что это может встретиться в нашей практике, что на самом деле ни риски еще до конца не изучены. Наша задача, конечно, не в том, чтобы утрировать внимание к такому ребенку, что, наверное, не очень хорошо ни для ребенка, ни для его семьи, но при этом сохранять для этих детей особый контроль. То есть, с одной стороны, избегать атерогенных влияний, с другой стороны, не пропустить то, что может быть реальным риском, который я вот вам обозначила. Ну вот, спасибо за внимание. Было бы очень здорово какое-то обсуждение. Спасибо, Елена Соломонова. Есть ли вопросы аудитории? Пожалуйста, Владимир Викторович. Сейчас, секундочку, у нас есть подключение довольно много. 37. Елена Соломонова, спасибо за очень интересный доклад. Вот меня заинтересовали те 180 детей, которых вы все время упоминали. И все-таки какая у них патология была? Или все были здоровенькие и хорошие? Смотрите, это 180 детей, это пул, который обследован в центре Кулакова. То есть, это вот их как бы группа наблюдения. 180 детей, которым можно точно сказать про их натальный период. Из 180 детей только 30 доношены. Остальные все родоразрешены до срока. Значит, основная масса на сроке 32-34 недели, но и есть группа детей, их, по-моему, около 20 или 30, которые раньше 32 недель. Соответственно, они переносили. Это тяжелый неонатальный период, который трудно сказать, чем был точно определен, потому что, в принципе, их течение неонатального периода не отличалось от того, что обычно вот такие недоношенные дети делают. Единственное, что, естественно, особенно первые, было очень боялись тяжести инфекций. Изучался иммунный статус. Это шла диссертация, их там несколько было защищено. Очень волновало то, что иммунный статус, особенно в пуповинной крови, очень отличался. Он начинал восстанавливаться, но восстанавливался он сроками, которые соответствовали другим недоношенным детям. То есть, другими словами, ну, как бы на сегодняшний день врачи, ионатологи, ионатологи говорят, мы просто ведем недоношенного ребенка. Без всяких каких-то особенностей, потому что мы все равно ему изучаем состояние глаза, изучаем состояние сердца и так далее. Дальше, что касается доношенных детей, то кроме гиперберубиномии ничего у них особого не было. Наблюдаются дальше, то есть имеют возможность проследить их. На самом деле не такой большой круг детей, потому что большинство этих детей уезжает по своим регионам, и можно только в переписке что-то узнать. По детям тут ситуация такая. Я могу сказать про эти 90. Сама я наблюдаю 12 детей. И когда я их сама наблюдаю, у меня понятные оценки их диагнозов. То, что присылалось из регионов, тут очень все сложно, потому что очень трудно отделить испуг от такого ребенка, от истинности. Потому что читаешь истинные данные, вроде бы непонятно, что волновало, а диагнозов стоит прямо вот все-все-все диагнозы. И естественно, все отводы от прививок, все там, не знаю, сложности в скар. В общем, все, вот все, что можно в этих детях скаплено. Я поэтому и сказала, что этот вот страх и утрирование к лучшему не приведет. А тех 10, которые я наблюдаю, реально ничего я у них плохого не вижу. А тех 90, которые есть, от которых получены данные, до года практически ничем не отличалось. У них, естественно, было и атопический дерматин, ну все вот. Но это не отличалось значимо от того, что обычные дети. В школу на сегодняшний день пошло 15, что ли, детей. Ну вот они пошли в школу. Но, я еще раз говорю, это все-таки, ну вот это трудно сказать для статистики. Как бы они не очень удовлетворительны, потому что все-таки мало, мало накопленных. То, что надо понять, каким образом нужно просить, чтобы по этим детям ответы давали. Потому что не со всеми, вернее, со всеми врачами мы в связи. Спасибо. И второй маленький вопрос. Сердечно-сосудистая патология. Если это не врожденный порог сердца, что мы контролируем и что ищем, и ждем, что будет? Ну, врожденный порог сердца мы изучаем сразу, мы делаем сразу кардиоскрининг, понятно. Это делается всем детям. А дальше я сейчас скажу про описанную ситуацию. Описанная ситуация – это, собственно, несколько всего описанных клинических симптомов. Это гипертрофия желудочка. Возможно, что это тоже врожденные какие-то ситуации, которые просто проявились позже. И описаны аритмии. Что это там с проводящей системой? И это когда это возникает, например, в 4 или в 6 лет, или в 7 лет по данным литературы, то тут тоже ведь на самом деле связи все вот эти очень сложно проследить. Ну, Мария Александровна, наверное, лучше на эту тему скажет. Ну, нет, я таких детей не наблюдала, поэтому... Может быть, еще у коллеги есть вопросы? Пожалуйста, я знаю, это Константин, да, и Виктория Юрьевна. Виктория, был задан вопрос относительно 12 детей, которых наблюдает Елена Соломоновна. Есть ли там какие-то особенности? Если нет, почему она беспокоена дальнейшим наблюдением этих пациентов и не снимает их с учета? Ну, не снимаю я с учета, потому что вот это такие дети. И как бы чем дольше проследишь, тем больше имеется собственное, так сказать, понимание. Смотрите, вот из этих 12 детей, ну, так сказать, астиротело 4 семьи. Это тоже, в общем, очень значимые факторы, потому что в двух, например, семьи другая мама. Дети, с точки зрения соматики, ничего не могу сказать. А с точки зрения поведенческих особенностей, они есть. Но я сейчас не могу сказать связь. Для этого нужно больше, потому что дети, находящиеся в такой, ну, семейной ситуации, может быть, вообще должны иметь такие поведенческие особенности. Это не аутизм. Это именно поведенческие особенности. Агрессия, инфантилизм, нарушение внимания, ну, что-то такое, что, может быть, вылиться в СДВГ вот так. То есть, я бы сказала, они странны по поведению, но почему, я не знаю. Я буду продолжать наблюдение все равно этих детей. Гиперопека очень выраженная, никто ничего не слушает, и все мои предложения воспринимаются очень большим отрицанием, особенно когда основное участие в этом принимают только бабушки. Виктория Юрьевна. Большое спасибо за поднятую проблему. Она очень актуальна еще и для генетики. Дело в том, что половые клетки девочки закладываются во время ее внутриутробного развития и в основном к семи месяцам внутриутробного развития. Поэтому, когда ваши подопечные подрастут, и подопечные Кулаковского центра, я бы просто рекомендовала, чтобы где-то в подростковом возрасте они уже, ну, или чуть старше, они уже обращались к генетику за сопровождением в их будущем процессе деторождения. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. У нас есть другая, но даже не идея. Вот все-таки сегодня изучается генетика, уже как бы самой ситуации вот этих появлений, этих опухолей. Ведь это 39 лет вот здесь, а сейчас и 34, и 36. То есть молодые совершенно женщины, у которых это появляется. Ведь какая основная мысль про этих детей, что у них тоже будет и возможно в ранние сроки. Понятно изучение этих детей генетически, вот на маркеры раннего появления опухолей. С одной стороны, это может и хорошо, и очень родители просят этого. С другой стороны, мы же ничего сделать не можем, в общем-то. И это люди, которые будут жить, естественно, под ламоклым мечом, но с точки зрения научной мысли нам это очень важно. И это самая интересная часть, влияет ли вот на эти риски. То есть не получим ли мы более ранние опухоли у этих детей. Вот это, между прочим, как бы самое важное во всей вот этой соматической ситуации. Но они, сейчас они здоровы, но что они дожили до 6 лет. А вот пубертат, как они пройдут, и будут ли у них ранние опухоли, и какие они будут. Если речь о моногенных раках, то, в принципе, конечно, риск такой же у матерей, если они унаследовали. Дело в том, что нельзя сказать, что мы ничего не можем сделать. Например, всем, у кого выявлялась BRCA-мутация в Америке, когда Клинтон делала свою карьеру, она предлагала мастокотомию делать. И делали очень успешно, и отодвигали сроки нормальной жизни. Смотрите, во всяком случае, мне кажется, что вот эта часть является самой такой перспективной. Не просто обследование этих детей, ну, бог с ним, ну, так сказать, ничего мы не найдем, может быть, нового или найдем, а вот это именно в ранние сроки у мамы и у ребенка, и у папы, возможно, я не знаю, генетическое исследование, то есть оценка у них вот этих рисков онкологических, вот это вот, мне кажется, перспектива. В отношении ваших подопечных, да, но в отношении их потомства появятся дополнительные риски, учитывая то, что внутритробно они подвергались действию цитостатиков, эти девочки. Так это надо доказать, мы пока на пути. То есть, это самая интересная часть. Есть ли еще вопросы или комментарии? Елена Славовна, у меня есть тоже вопросы. Как менялась химиотерапия? Есть ли какие-то корреляции с видами химиотерапии, например, хотя бы с прогнозом на психоневрологические нарушения, которые вы сейчас видите единственными в этой группе? Мария Александровна, большое спасибо за вопрос. Я вам честно скажу, я не стала здесь усложнять, собственно, вот этот доклад видами химиотерапии. Значит, я понимаю, что это, наверное, сложно, потому что я пыталась в этом разобраться. Это довольно сложно, эти схемы. Что получилось? Исследовались четыре схемы. Это данные Кулаковского центра. Исследовались четыре стандартные схемы, которые использовались. Значит, на сегодняшний день выбрали из этих схем две, которые оказывали наилучший эффект, естественно, на опухоль, на разрушение опухоли и скорость ее разрушения. Обе эти схемы, которые на сегодняшний день применяются в Институте Кулакова, собственно, единственном месте, где это все делают. Наверное, это будет сейчас распространяться опыт, потому что они тоже очень много это рассказывают об этом на всех конференциях. А различия в влиянии на плод были минимальны. Поэтому, как бы, принято решение наонатологами. Я сначала тоже предлагала на каждую схему сделать определенный алгоритм дальнейшего ведения ребенка в плане влияния. Но очень небольшие различия, поэтому решение идти по наиболее тяжелым вариантам. То есть, независимо от того, какую используют из представленных схем, вот таким вот образом считать риски. Риск по сердцу, по крови, по глазам и по ушам. Коллеги, ну, если нет вопросов, я тогда зарезюмирую. Мы, конечно, находимся в другой уже медицинской ситуации, когда дети, рождающиеся у матерей, больных онкологическими заболеваниями, это уже не редкость. И особенно даже матери, которые болеют онкологией, в женской половой сфере, которая будет непосредственно задействована в вынашивании этого ребенка, в раннем его развитии, тоже кормление. Понятно, что это достаточно серьезные решения, которые принимаются без пока что обоснованных, накопленных данных. И, конечно, большое счастье, что жизнь этих детей сохраняется, и несмотря ни на что, и, как сказала Елена Соломонна, в ее группе 4 матери погибли из 12. Это довольно высокий процент. Поэтому, конечно, риски осознает для себя тоже мама. И неизвестно, какова была бы ее судьба, если бы, например, не было такой гормональной стимуляции, беременности и родов, и кормления ребенка. Мы этого тоже не знаем. Но, тем не менее, технологии идут вперед. И та диссертация, о которой говорила Елена Соломонна, защищалась этой осенью из центра Кулакова, где заведующая отделением набрала довольно большую группу, наблюдала их достаточно долго. И поскольку из всех врачей, неонатологов, которые в нашей стране имели отношение к этой проблеме, на мой взгляд, это самый опытный врач, она сделала для себя серьезный вывод, что рожать нужно, что дети получаются хорошие, что бороться есть за что. И все-таки большинство матерей остается живы, и поэтому и семья тоже сохраняется. Кардиологические риски были небольшими, на них обращали внимание. Иммунологические риски были сопоставимы, как сказала Елена Соломонна, с глубоко недоношенными и детьми, родившимися с низкой массой тела, то есть имеющими другие риски на старте жизни. И таким образом для меня вот сейчас важна эта убежденность человека, который провел не один десяток и даже больше сотни этих детей, и сделать для себя такой вывод, что бороться за этих детей надо. И нам, наверное, нужно обратить внимание на этот опыт, поскольку раннее выявление рака молочной железы сейчас позволяет выявить большее количество женщин на ранних стадиях. Меняется действительно химиотерапия, изменяются подходы к ведению этих матерей, и, конечно, у нас есть больше шансов, что жизнь будет сохранена. И хотелось бы, конечно, пожелать удачи всем, кто занимается этим непростым трудом, собирая вот эти данные из единичных наблюдений, пытаясь сделать какие-то выводы. Для нас это, как для педиатров, важный пример борьбы за каждого ребенка. И вот на этом примере, конечно, хорошо и воспитывать молодых врачей, и показывать, какими сложными бывают выборы. И у меня был такой случай в моей жизни, когда еще я была студенткой медицинского института, коллега, которая работала в онкологии детской, заболела тоже раком молочной железы, у нее была ранняя стадия беременности, был маленький ребенок, она приняла решение родить этого ребенка и очень быстро погибла после родов, потому что лечение в те времена было не таким эффективным, возможно. И сейчас это уже выросший человек, это наша коллега и очень успешный онколог. И поэтому, конечно, думаешь, что могла ли сохранить мама жизнь себе, но, возможно, у нее было больше шансов. Но видя вот уже эту женщину молодую, у которой уже тоже сейчас как бы дети, и понимаю, что это очень серьезный был выбор, и он сыграл на пользу нашему как бы общему педиатрическому полу. Поэтому дай Бог успехов и дальнейших наблюдений, и сбора данных об этих детях. Что-нибудь еще хотите сказать в завершении? Нет, спасибо большое всем за внимание.